Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Как вы понимаете, мы не остановились и продолжили работу над нашей сыроварней. Напоминаю, эта сыроварня является открытым проектом. Все чертежи, все электрические схемы, ссылки на все запчасти, вы найдете в описании будет размещена ссылочка на сайт, там где всю эту информацию можно найти. Также на сегодняшний день мы до сих пор не нашли производителя, который будет адекватно производить сыроварни. Поэтому вынуждены были сами запустить их производство для того, чтобы делать качественно и делать нормальный толковый продукт. Но производителей, особенно в Российской Федерации, мы до сих пор ищем и предложаем сотрудничество. Тот продукт, который мы представляем сегодня, практически не изменился по своему функционалу, но очень сильно изменился по своему качеству, внесли некоторые новые решения. Сейчас я расскажу обо всем по порядку. Это сыроварня полного цикла. То есть на ней можно пастеризовать молоко, она работает как пастеризатор. Далее производить повышение кислотности после внесения закваски в сыр. Далее производить формирование сгустка. Нарезать сгусток с помощью лиры. Вымешивать зерно с помощью автоматической мешалки с реверсом и с регулировкой оборотов. Проводить чайдеризацию и также готовить рикотту. То есть абсолютно все процессы, которые необходимы в домашнем крафтовом сыроварении, эта сыроварня закрывает. На сегодняшний день сыроварни доступны в трех объемах. 12 литров, но рассчитанное на 12 литров молока, рассчитанное на 22 литра молока и рассчитанное на 42 литра молока. Всю информацию о ценах, о комплектации найдете в описании, по ссылочке в описании видео. Мы сделали специальный такой небольшой сайтик, на котором это все представлено. Так как большого производства и больших площадей у нас нету, то сегодняшний день сыроварни мы изготавливаем под заказ. Срок изготовления 3-4 недели. Смотрите, и самая главная фишка. Почему я сделал это открытым проектом, я сделал совершенно доступные чертежи, всю электронику? Потому что на самом деле в данном случае наша цель не заработать на продаже сыроварен, а привлечь как можно больше людей, как можно больше народа, к крафтовому изготовлению сыров. Мы боремся за то, чтобы вы перестали покупать дряни в магазинах, а начали самостоятельно готовить сыры, колбасы, готовить вкусный алкоголь. Вот такая вот наша миссия. Поэтому, друзья, как и со всем другим оборудованием, с этой сыроварней, помимо того, что это полностью открытый проект, и в случае, если вы захотите построить сыроварню самостоятельно, я вам предоставлю любые консультации. Я сделал еще такую фишечку. Вот эти электронные блоки, они достаточно много времени у меня занимают, я их собираю сам, как бы собраны они, ну, если будет там пожелание показать, что внутри, я как-нибудь сниму видео, покажу, что внутри. Но, в общем и целом, вы найдете на сайте электрическую принципиальную схему и ссылки на все запчасти. Вот эти электронные блоки, блок нагрева и блок мешалки с реверсом, вы можете сделать самостоятельно, если вы знакомы с электроникой. А у нас можете купить только металлическую часть сыроварни. Таким образом, вы покупаете полностью весь металл, заказываете на Алиэкспресс нужные запчасти, они к вам приходят, собираете блоки управления, покупаете тель для сыроварни, и у вас готова сыроварня. Таким образом, вы сможете сэкономить где-то около 150-200 долларов в зависимости от объема сыроварни. Но, опять же говорю, если вы можете, работаете с электроникой, если вы можете собрать компоненты и, как бы, таким образом сделать эти блочки, вы можете сэкономить. По поводу отправки сыроварни, смотрите, это, естественно, не Украина и не ограничивается Украиной и Россией. Я готов отправлять сыроварни в любую точку мира. Делая мешалки для сыроварен и автоматики, контроллеры для климатических камер, я уже имею очень большой опыт отправки. Мы отправляем и в Азию, в Корею мы отправляли, мы отправляли в Соединенные Штаты оборудование наше, отправляли в Великобританию. В общем, оборудование разъезжается большими тиражами по всему миру. Точно так же сыроварни я готов отправлять по всему миру. Делается это следующим образом. Вы мне пишете запрос на расчет стоимости, я звоню на почту, узнаю, сколько будет стоить доставка, отвечаю вам, сколько это будет стоить, и вы принимаете решение, как бы хотите вы заказывать или нет. Естественно, если вы заказываете за границу, то мне нужна будет полная предоплата и за сыроварню, и за стоимость доставки, потому что нет наложенного платежа. По Украине можно, конечно, разговаривать о наложенном платеже. Вот такая вот ситуация с доставкой. То есть, если вы находитесь в любой из стран мира, совершенно спокойно пишите, звоните в контактах сайта, есть мой ватсап, есть мой вайбер, также есть ссылка на фейсбук канал, вернее, на фейсбук страничку, там можно в мессенджере общаться. В общем, средств коммуникации очень много, поэтому связывайтесь со мной и будем находить оптимальные варианты для доставки этого продукта вам, для того, чтобы вы смогли в домашних условиях, даже если вы заходитесь за 3-9 земель, готовить себе вкусные сырочки. Немножко отвлекусь от сыроварни и в формате поделиться опытом. Друзья, за время, за время создания кулинарных рецептов, за время работы с кулинарными рецептурами, рецептами, технологиями, у меня накопилось очень большое количество специальной литературы. Достаточно сложно и проблематично эту литературу там постоянно размещать на ютюбе, люди многие не видят ссылку, просят ссылку на скачивание и так далее и тому подобное. Я с удовольствием делюсь этой литературой, ну потому что, как я уже сказал, основная миссия это научить как можно больше людей делать домашние сыры, домашние колбасы и так далее. Вот, поэтому в фейсбуке мы с Ларисой создали группу, в которой размещаем ссылки для скачивания нужной полезной литературы для крафтового приготовления сыром, колбас, домашнего алкоголя. В описании видео оставлю тоже ссылочку на группу, приходите в группу, группа закрытая, то есть она только для сыроделов, колбасников и самогонщиков. В группе совершенно запрещено обсуждение национальных вопросов и разговоры на политические темы, такие разговоры, такие переписки сразу же банятся. Все, что касается сыра, колбасы и домашнего алкоголя, эту группу можете использовать как площадку для того, чтобы делиться опытом, оставлять свои отзывы, задавать вопросы. Поэтому переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на группу, вступайте в нее и делитесь опытом и задавайте свои вопросы. Я думаю, что коллеги наши будут также делиться своим опытом. Так, теперь давайте перейдем к конструктиву сыроварной. Начну с того, что не сильно изменилось. Блок нагрева представляет собой вот такой вот облачок, включается в бытовую сеть, сюда подключается ТЭН сыроварной. Кстати, сыроварная в стандартной комплектации оборудована ТЭНом 2,5 кВт. РЭКС-100 ПИД-регулятор температуры, который контролирует температуру с точностью до градуса, причем исключает инерцию. Что происходит? Допустим, у вас молоко температурой 10 градусов, вам надо его нагреть до 32. Вы устанавливаете 32. ТЭН вначале включен. Когда температура подходит 25, ТЭН начинает включаться, выключаться импульсно. Эти импульсы становятся все короче и короче. Таким образом, прибор подводит нагрев молока к температуре 32 градуса без перегрева, без инерции, что очень важно в приготовлении заготов. Значит, оборудована эта штука вот таким вот щупом. Вариантом крепления щупа 2. Первый вариант, он крепится прямо в мешалку. Это нужно при пастеризации молока, при вымешивании сгустка. И второй вариант, вот такая клипсочка, когда у вас идет формирование сгустка, естественно, вы мешалку снимаете. Эта клипсочка вот на этот штырек одевается и совершенно не спадает. Сейчас покажу, когда сниму мешалку. И контролируете температуру сгустка точно так же. Вот такой вот прибор. Ознакомиться с его электрической принципиальной схемой можете на сайте. Она в совершенно свободном доступе. Также в свободном доступе ссылочки на все детали этого прибора. Убираем его в сторону. Следующий прибор это блок управления мешалкой. Сама мешалька. Конструктиву мешалки мы немножко позже вернемся. Она имеет вот такой вот разъем. Этот разъем вставляется в аналогичный ответный разъем на блоке. И что мы здесь имеем? Вымешивание сгустка. Первое это у нас перемешивание в одну сторону. Регулируется количество оборота. В основном такое перемешивание необходимо при пастеризации молока. Когда мы нагреваем молоко до 65 градусов в режиме пастеризации, чтобы нагрев происходил равномерно, нам нужно перемешивать. И устанавливаем его на какую-то там небольшую скорость. И молоко у нас перемешивается, нагревается более равномерно. Второй режим, который мы здесь включаем, это режим реверса. Здесь сейчас выставлено 8 секунд реверс. Очень просто можно выставить. Сейчас я выставлю, допустим, 4 секунды. Каждые 4 секунды мешалка меняет направление. Это нужно для вымешивания зерна, как вы сами понимаете, чтобы зерно равномерно вымешивалось, не слипалось. Вот такая вот функция реверса. И в этой функции опять же таки доступна регулировка оборотов. Вот, собственно говоря, в этом приборе ничего не изменилось. Это точно такой же прибор, как поставляется в комплекте с универсальной мешалкой для сыра, для сырного зерна, которая подходит на все кастринги, на все виды сыроварей. А вот эта вот мешалка, она исключительно только сюда. Я сейчас иду от простого к сложному. Мы переходим к принципиальным изменениям, которые мы внесли в сыроварню. В первую очередь, это лира. Нож для порезки сгустка. Сделали его вот таким вот образом. Теперь он режет сразу и горизонтально, и вертикально. То есть, если раньше мы делали только горизонтальную лиру, сгусток мы вертикально резали ножом, потом вводили лиру и резали его горизонтально. Сейчас это все делается одним движением. Вводится лира в сгусток, делается два оборота. Единственное, что делается не так, как делали раньше, можно было горизонтально туда-сюда, а делается два полных оборота в сгустке, и все, и сгусток порезан. Значит, лиру мы сделали достаточно такую мощную, из шириной на 10 миллиметров. Отлично справляется, никаких деформаций здесь не может быть, и отлично справляется с нарезкой сгустка. Впоследствии, через некоторое время, будет еще лира, я вот не знаю, нужна ли она на маленьких сыроварнях. Вообще, в силу того, друзья, что это открытый проект, мне очень важны ваши мнения, ваши пожелания, ваши распредложения, если они у вас есть. Так вот, я планирую сделать лиру, которая будет устанавливаться на мешалку, вот таким вот образом. Вместо мешалки дополнительно лопасть лиры. Но я очень сомневаюсь в целесообразности для маленьких крафтовых сыроварен этого продукта. Я буду это еще испытывать. Пока ничего на этот счет сказать не могу. Но вот такая лира, которая нам облегчает процесс, ну, в разы нарезки, она уже есть. Она не за дополнительную плату. Это все в комплекте. Комплект сыроварни, вот все, что стояло на столе с самого начала, это все единый комплект сыроварни. Ничего здесь за дополнительную плату нет. Следующее новшество, это крепление мешалки. То есть, если раньше мешалка крепилась просто на зажиме, сейчас она одевается на направляющие штырьки и крепится вот такими вот защелочками. Когда она крепилась на зажиме, при включении реверса, мешалка немножко, особенно когда с густой сгусток, она немножко сдвигалась. Теперь она никуда не сдвигается. Я вот спокойно за мешалку поднимаю сыроварню. Как видите, ну, как вы понимаете, реально она никуда не делится. Решение я это считаю очень грамотным. Ну, вот мешалка крепится теперь. Во-первых, это легко, потому что вначале думали сделать здесь барашки, а потом нашли вот такие вот из нержавеющие защелочки. И теперь установка и снятие мешалки просто одно удовольствие. Далее, друзья, мы ушли от обычной стандартной зеркального, ну, как бы от зеркального металла. По какой причине? Зеркальный металл предусматривает наличие швов. Видите, вот шов, вот шов. Соответственно, сварные швы, они все-таки, насколько бы идеально они сделаны не были, они имеют какие-то микропоры, микротрещины, в которые попадает молоко, естественно, потом закисает и является очагом образования, ну, очагом проблем в сыроделии. И перешли к стеклоструйному покрытию. Вот, посмотрите, как здесь выглядит шов. Также, допустим, если мы захотим, вот он виден, шов емкости, но он совершенно не ощущается. То есть, за счет стеклоструйного покрытия швы можно сделать практически идеальные. Они не имеют вообще никакой пористости. И вот, если вы обращали внимание, дешевые китайские кастрюли из наборов посуды, они вот такие вот зеркальные. А дорогое промышленное оборудование, кухонное, оно имеет вот именно такую стеклоструйную покрытию, стеклоструйное покрытие. Видите, снаружи тень падает меньше, то есть, изнутри за счет тени шов видно. А снаружи, можете пересмотреть еще раз, вы шов не найдете. Только очень внимательно рассматривая, вы найдете шов. Ну, вот, посмотрите, здесь тоже сварной шов, то есть, они не имеют вообще, ну, не имеют никаких пор. Они настолько качественно обработаны, эти швы. Ну, вот, хорошо же видно сейчас, что вообще шов идеальный. Ну, его фактически нет. Что касается самой кастрюли, мы перешли к вот такой вот технологии, то есть, это теперь неразборная кастрюля, что позволяет нам сделать минимальный объем, минимальный размер водяной рубашки. Вот здесь вот металл полтора миллиметра, а здесь полочка 10 миллиметров, то есть, водяная рубашка 7 миллиметров. Это нам дает практически отсутствие инерции при нагреве, это первое. И второе, очень быстрое охлаждение, ну, быстрый нагрев, соответственно, и очень быстрое охлаждение молока при пастеризации. То есть, теперь все кастрюли вот такой вот конструкции, они неразборные и рассчитаны сугубо на свой объем. То есть, когда я говорю 22 литра, это значит, что сыроварня вот так вот под горлышко 22 литра. То есть, она рассчитана на работу с 20 литрами молока. Сама емкость на 22 литра тоже касается 12 литров и 42 литров. То есть, соответственно, рассчитывайте, если 12 литров, это 3 трехлитровые банки, соответственно, если 22 литра, это 7 трехлитровых банок, но можно вместить, ну, больше не вместишь, потому что оно будет уже плескаться по краю при вымешивании. Здесь также сохранился уровень воды в водяной рубашке. Если вам нужен только нагрев, соответственно, нагреваете до донышка, вернее, набираете воду до донышка. Если вам нужна пастеризация, то, соответственно, заполняете рубашку полностью. Почему только до донышка? Потому что чем меньше соприкосновения, вот эта водяная баня классическая, чем меньше соприкосновения в водяной бане внутренней кастрюли снаружи, тем меньше инерция. Теперь, друзья, краники отсюда удалили. Краники здесь совершенно не нужны. Мы поставили два быстросъемника. Быстросъемником идут вот такие вот штуцера, причем быстросъемники разные. Сюда идет штуцер на шланг, а сюда идет сам быстросъемник со штуцером на шланг. Обратите внимание, нижний быстросъемник запорный. То есть, когда в кастрюле налита вода, вы шланг подключаете, воду подаете, соответственно, пастеризуете. Когда вы шланг вынимаете из быстросъемника, то вода не выливается. Тут клапан, который запирает. И вы можете сыроварню оставить с водой в водяной рубашке. Она будет стоять и ждать следующей варки сыра. Верхний быстросъемник постоянно открыт. И сюда одевается мама. То есть, это папа, сюда одевается мама. Я не взял с собой, она у меня лежит в другом месте. Она тоже идет в комплекте. Верхний быстросъемник всегда должен быть открытый. То есть, здесь шланг слива воды в канализацию, там или куда вы ее сливаете. В ванную, в умывальник. И вот этот шланг, либо одет шланг, либо просто открытый, если это процесс нагрева, а не пастеризации, открытый быстросъемник. Контур сыроварни должен быть всегда открыт. Это очень важно, потому что иначе внутри возникнет избыточное давление, что может привести к деформации, а также к травмам. Вот не забывайте, это неспроста сделано. Нижний запорный, чтобы оставлять нужный уровень воды в самой сыроварни. Верхний постоянно открытый. Это очень-очень важно. По поводу тена. Значит, тен здесь вкручивается без всякой фум-ленты. Он вкручивается, вот этот вот штуцер вареный. Он сделан с выбранной четвертью. Поэтому тен уплотнять не надо. Он вкручивается на резиновое кольцо диаметром 1,1 дюйма. Посадочное гнездо тена, соответственно, 1,1 дюйма. В комплекте на тен идет вот такая вот крышка. И сам тен тоже из нержавеющей стали. То есть, ну, это просто говорит о его долговечности и о том, что у вас там никакая окалина не будет собираться внутри котла. В общем, вот таким вот образом. Измерение температуры. Когда у вас идет пастеризация, когда у вас идет вымешивание сгустка, вы термометр, щуп термометра помещаете в этот кабельный бот. Он поджимается. Его можно зафиксировать для того, чтобы термометр стоял вертикально. Но я не вижу в этом смысла. Как бы у меня он стоит под углом. Далее. Ну, термометр пусть стоит. Хорошо. Чтобы не... В режиме вымешивания сгустка есть вот две такие полукрышки. Для удешевления конструкции одна из полукрышек выполнена с ручкой для того, чтобы снимать и удобно контролировать сгусток. Вторую надо открывать вот таким вот образом. Эти полукрышки, как видите, они хорошо подогнаны. То есть, исключают попадание в зерно всяческих посторонних гремит и звук пропадает. Друзья, в режиме становления сгустка, когда нам надо извлекать мешалку, мы надеваем вот эту клипсочку. Чип. Надели. На штырьке она жестко стоит. Сюда вставляем щуп и вторую крышку. Естественно, делать еще одну цельную крышку я не вижу смысла. Ну, просто потому что это удорожание. Еще больше удорожания конструкции. Поэтому оставили вот такие вот две половинки крышки в режиме становления сгустка. Если у вас помещение очень пыльное или что-то летает, в конце концов, можно чем-то прикрыть. Но, в принципе, под заказ можно сделать вторую цельную крышку. Но мы все время всегда работаем с одной. Сами крышки никуда не проливаются. Вот она даже достаточно сложная, но направляющие ее держат. У вас исключено всякое сваливание крышки. Вот так вот. Вот так может свалиться, кстати. Вот, естественно, вы ее так не будете. Сейчас попробуем. Вот, если вот так вот ее перевернуть и потом сделать вот так, она может свалиться. Ну, молодо, конечно. Но, в общем и целом, кстати, этот момент еще продумаю. В общем и целом, сама крышка сделана таким образом, что она упирается в штыки. И, в принципе, ее там сваливание, прокидывание исключено. Здесь вот такие вот две направляющие. Видно, да, Ларис? Да. Вот, которые фиксируют. И, как бы, вот таким вот образом она ставится. Ну, когда вы сгусток уже порезали, нарезали нерой, соответственно, ставите мешалочки, защелкиваете ее. И крышки плотную подходят к мешалочке. Вот такой вот продукт у нас на сегодняшний день получился. То есть, в общем и целом, изменений как бы немного. Но, с другой стороны, они есть в лучшую сторону. И если разобраться, я считаю, что одно, только одно стеклоструйное покрытие. Это уже очень много. Это гигиена, это профессиональное, именно профессиональное кухонное покрытие. Вот, поэтому считаю, что сырование классное. Жду ваших рационализаторских предложений. И что бы вы хотели в этом изменить. Как вы видите это для себя. Какие вы считаете и находите в этой конструкции недочеты, недостатки. Ну, в общем, любые предложения, пожелания, пожалуйста, под видео. Как это все работает, друзья? Я в ближайшее время получу уже образец 10-литровый. По 10-литровому я еще сниму один обзорчик, как это работает. На сегодняшний день есть снятое видео по прошлой сыроварнии. Есть снятое видео по мешалке. Все эти, как вот вымешивает зерно, как все процессы происходят. Все эти видео размещены на сайте. Вы можете с сайта перейти, посмотреть. То есть принцип работает, и сыроварник точно такой же. Диавол кроется в деталях. Еще раз хочу повторить по комплектации. Что вы можете приобрести? Полный комплект, все, что здесь есть на столе, это лира, блок управления температурой с щупом, блок управления мешалки с реверсом, естественно, вот эта вот клипсочка, сыроварня с мешалкой, с крышками, с теном, с быстросъемниками, с ножками, совсем, совсем, совсем. Вот это вот называется полный комплект. Чтобы вы понимали, что там на сайте написано, полный комплект, и не спрашивали, а это там с теном, это вот все. Вы получаете этот комплект, включаете в розетку, заливаете молоко. Кстати, по поводу залития молока. Перед первой работой, перед тем, как крутить тен, помещаете это все в ванную, берете много шампуня и все хорошенько выдраиваете. Потому что стеклоструйное покрытие предусматривает бомбардировку металла специальными стеклянными шариками. Эти шарики расходный материал. И как бы мы его моем, естественно, мы его моем. Но вы для себя должны понимать, что берете губку, поролончик, берете хорошее моющее и все хорошенько вымываете перед первым запуском. Ну, естественно, перед каждой баркой сыров, дезинфекция, этого никто не отменял, уксус, китаток, чем вы дезинфицируете пиросульфат, метабисульфат, в общем, это уже ваше предпочтение. То есть полный комплект вы получили и после мойки включили в розетку, вкрутили тен, если не попросили его меня вкрутить. Если попросили меня вкрутить, я вам вкручу, но как бы тен в комплекте, резиновое кольцо в комплекте. Просто так получается больше упаковка, а больше упаковка это, соответственно, больше стоимость отправки. Второй вариант. Вы можете купить только железо. Без автоматик. Железо в себя включает лиру, вот эту вот клипсу. Мешалку с корпусом мотора, с водом для термометра, без самого мотора. Сыроварня в комплекте будет без тена, без ножек, без быстросъемников и без силиконовой трубки. Извините, с ножками. Без тена, без быстросъемников и без силиконовой трубки. С ножками. Ножки идут в комплекте с металом. Вот вторая такая комплектация. То есть, если вы готовы сделать блоки управления по-своему, сделать их самостоятельно и с экономией 150-200 долларов для себя, для своего семейного бюджета, с ростом можно наварить на эти деньги в порядке, тогда вы можете купить просто металл, потому что металл, я понимаю, что сделать очень сложно. Это то, что останавливает большинство сыроваров и заставляет вас варить в кастрюльке. Блоки управления собрать самостоятельно по схемам, либо же придумать что-то свое. То есть, на самом деле, эти блоки управления, они сделаны по максимуму. Тут можно обойтись значительно более простыми решениями. Можно не пит-контроллер ставить, а обычный потенциометр, регулировать руками мощность нагрева. Ну, силистерный регулятор мощности можно поставить, допустим. И обычный термометр, ну, это электронный такой штырьковый щуп. Мощность тена можно регулировать руками. Опять же таки, мешалку можно тоже сделать без реверса, регулировать просто потенциометром. Но тут куча-куча вариантов всяких к упрощению конструкций, которые вы можете для себя реализовать и сэкономить. Друзья, на этом все. Если я что-то не осветил, пожалуйста, в комментах вопросы. Ссылочка на обзор сыроварнии, как она работает. Ссылочка на обзор мешалки. Ссылочка на обзор климатической камеры. Вернее, все эти обзоры, они есть на сайте. А ссылочка на сайт будет под этим видео. Смотрите, определяйтесь. Там тоже есть варианты конструктивных решений. Можно купить комплект для самостоятельной сборки. Допустим, универсальные мешалки можно купить только железо. Можно купить запчасти для контроллера. В общем, куча вариантов для вашего творчества. Также жду от вас обратной связи по недостаткам. Какие недостатки вы увидели? Это очень важно для меня, потому что конструкция постоянно совершенствуется, постоянно меняется. Мы постоянно экспериментируем. Поэтому очень-очень важно слышать ваше мнение о возможных недостатках этой конструкции. Друзья, производители из России. Еще раз приглашаю вас к сотрудничеству. Июль месяц. С 9 по 13 июля. Да, по 13? 14. Ну, с 9 по 13 июля. Мы будем в Москве. То есть, если даже есть желание встретиться, обсудить, получить какие-то мои консультации, пожалуйста, я готов встречаться с производителями, готов говорить, ну, мне очень-очень надо, чтобы в России производился этот продукт, производился максимально дешево и производился качественно. Поэтому, если есть такие среди зрителей канала, если есть производители, пишите мне в личку, я с вами обязательно встречусь. И мы обсудим возможности производства сыроварин в России. Может, из других стран, из СНГ кто-то захочет приехать, может, кому-то близко в Москву. Ну, в общем, такая вот ситуация. Друзья, спасибо за внимание. Заказы все через почту принимаем. Через почту, через WhatsApp, через Вайля, в принципе, через любой коммуникатор. Пишите, звоните. А мы готовим, Сталисия, для вас сырочки, колбаски. Я такой серьезно, не улыбаюсь, рассказываю, допрягся, рассказываю об этой сыромарке вам. Ты, конечно, аж сам удивился, думаю, надо шелкнуться зрителям. В общем, мы для вас снимаем сыры, колбасы, вкусный домашний алкоголь. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик, нажать, чтобы новые видео наши не пропустить. Потому что очень много важных, интересных видео. Сейчас такая серия про сыры песто готовится просто у нас в работе. Это будет песто голубой, слова общие. Не буду адонсировать. Нажмите на колокольчик, ничего не пропустите. Всего доброго, пока.